Ну и конечно важно быть разумным в своих ожиданиях, возлагаемых на ребенка во всех областях его жизни. В образовании. Учись только на пять. Вот идет маленький ребеночек в первый класс, как будешь учиться только на пять. Слышали такие, да? Ну слушай. И тот получает четверку или тройку. Или вообще двойку. Все. Не оправдал ожиданий, у него ничего не получается, он никто. Не надо. Для него это такой стресс. Учись нормально, хорошо. Старайся. Старайся. Вот это вот правильная фраза. В профессиональной ориентации. Папа юрист, дедушка юрист, прадедушка юрист. Сын будет юристом, потомственным. А он хочет быть поваром. И вообще... И отец ему говорит, ты что там сыну на кухне трешься около юбки этой женской? Ты что, баба что ли? Иди со мной, по мужке будем разговаривать. А мальчик из самых примитивных продуктов такую может конфетку сделать. И папе каждый вечер такое блюдо готовит. Это реальная ситуация семьи. А папа его каждый день унижает. И папа сделал так, что он поступил на юридический факультет. Папа оплатил всех. Но сын со второго курса ушел, поступил в училище. И сейчас учится там. И уже сейчас он работает в одном из ресторанов. Шеф-поваром? Ну он еще не шеф-поваром, но у него конкретное уже предложение есть на то, что получает диплом. Ну он как... Работает шеф-поваром, не имея еще этого звания. Потому что они не могут его поставить без бумажки, так скажем. И он. И он-повар. Шеф-повар. Да. То есть, понимаете, это реальная ситуация. Папа сына проклял. Понимаете? Ну вот неразумно поступает данный папа. Можно говорить, сын неправильно поступает. Нет. Папа неразумный. Неразумен в своих ожиданиях. Дальше. Спортивные достижения, внешность и... Допишите. Вот здесь еще есть место. Допишите туда интеллектуальные способности. Вот последние три вещи. Спортивные достижения, внешность и интеллектуальные способности. Это вообще надо поставить полностью запрет надсмехаться над этим. Ну по спортивным достижениям ты имеешь в виду физические возможности. Физические возможности, способности. Что ты за парень такой, не можешь 20 раз подтянуться? Салага ты, а не пацан. Что ты за девчонка такая вообще? Посмотри, сколько ты весишь, да? Тебе нужно за рам 10 как минимум сбросить. Или там наоборот. Ты посмотри на себя, вообще скелетина. Да на себя ни один не глюнет вообще там. Что ты себя представляешь? Ну ты и дубица. Вот эти три вещи, физические данные, внешность и умственные способности, запрет на то, чтобы... На любую критику? На любую критику. Вообще никакой критики не должно быть. Потому что в подростковом возрасте они и так дети переживают. У них это не получается. Тут еще и голос ломается. И прыщи пошли. И не успеваешь учить. И фигура какая-то нескладная. Все висит на этой фигуре, да? И учить не успеваешь. И еще что-то происходит. Если еще над этим родители насмехаются, то это все. Это крах вообще. Вот три вещи, над которыми нельзя насмехаться и критиковать. И вот дальше мы так вот написали. Помните, что вы сами учитесь быть родителями всю жизнь. Я никогда не забуду, когда мы первый раз готовили вот эту вот тематику по родительству для молодежи. И мы нашим девочкам задали вопрос. Девочки, как вы думаете, вот какой мы самый главный совет можем дать вот вашим сверстникам по их отношениям с родителями? Наши дети сказали потрясающую вещь. Вы обязательно, говорит, скажите, что прощайте вы своим родителям, прощайте их ошибки, потому что они учатся ими быть. Вот на самом деле, чтобы мы родители тоже понимали, что нет совершенных родителей. Мы таким никогда не станем. Мы всю жизнь учимся. Никто из нас родителям не рождается. Никто не рождается. И вот теперь мы пойдем, наверное, на шестой пункт, который мы пропустили, да? Что мы должны установить разумные границы дозволенного. Что это значит? На двенадцатой странице, шестой пункт, который мы пропустили, сейчас мы к нему вернулись. То есть мы начнем с него, а потом перейдем плавно на дисциплинирование детей. Во-первых, границы должны быть понятными. Ребята должны понимать, что можно, что нельзя и как это происходит. Просто одна же такая была картина, как отец наказывает своего сына, там чуть ли не лупит его. Тот в слезах, все, папа все понял. Тот повтори, нельзя выходить за бордюр, я все понял, нельзя. Еще вопросы есть. Да, папочка, а что такое бордюр? То есть если мы что-то от детей требуем, дети должны понимать, что именно, да? Второе, родители, то есть вот эти вот границы должны быть логичными. То есть ребенок должен логически понимать, почему ему нельзя проводить ночи в компьютерном клубе. Понимаете, объяснить конкретно, почему ты должен ночевать дома, а не у своей подружки. Да? То есть вот эти вот вещи, то есть наше умение логически объяснить границы дозволенного, особенно выросшим детям. Да? Это неопределенно. У которых логика уже включена, начиная с 11-12 лет. Да, после 12 лет это обязательно. Может быть, маленькому ребенку не все, может быть, можно объяснять и нужно. Там, ну, папа сказал, вам сказал, и все. Но даже же в маленьком возрасте дети задают вопрос, а почему? И этим почему порой могут просто забить, да? А почему? Вот те, у кого дети от 3-4-5 лет. А почему? Почему очки только такие. Да? Даже здесь они хотят логически проследить все запреты. У нас был такой. Так, Миша, вот это, значит, надо сделать вот так. И... Ага. И тогда будет вот это. И... А вот это не делай. И... Это же в два года, представляете? Потом это и... Ждет продолжение. И... То есть, если маленькие дети хотя бы требуют объяснение, да, им это надо, чтобы понять. То взрослым организациям необходимо. Они должны быть соответствующими возрасту. То есть, понятно, что в два годика ребенок не может делать то же самое, что ребенок, допустим, в 15 лет. В два года ребенок не может полтора часа слушать даже самую интересную лекцию. В 15 лет он состанетно это сделать. Дальше. Границы должны быть четко очерченными. Четко очерченными. То есть, это нельзя, значит, это нельзя. Все. Без всяких но. И без всяких исключений. И если, скажем, у нас комендант в 10.30, комендантский час в нашей семье, то опоздание на одну минуту, пришел ты 10.31, или пришел ты в 10.45, или ты пришел в 12 ночи. И то, и то, это нарушение границы. Все. Граница четко очерченными. 10.30. Можете идти дальше. Без всех этих плюс-минус там, да. Но больше 10.30 уже нельзя. Ну, не можешь. И независимо от того, одна минута опоздания или полтора часа, наказание будет. Вот она четко очерчена. То есть, объективные причины или нет? Независимо. Ну, там будет наказание другое. Мы сейчас об этом поговорим. Но то, что в любом случае должно быть дисциплинирование, в любом случае нарушение границы. Мама, папа, я ехала, значит, я рассчитала время, я ехала на маршрутном такси, и у меня, то есть, я по моим почетам, я там за 10 минут должна была там 20 минут прийти. Но... Надо было позвонить и сказать, мам, папа, сейчас время 10.15, такси или нет. Или такси сломалось, я сейчас нахожусь там-то, там-то. Он не ехал, он, у него прокололось колесо там, или он взломался. То есть, с ним больше ничего не было. Поэтому я вынуждена была... Позвони и скажи. И вот мы об этом сейчас поговорим. Смотрите, строго соблюдаемыми, это значит, соблюдаемыми всеми. Вот о чем мне как раз Николай говорит. Мы тоже соблюдаем все эти правила, которые установили. На нас они тоже возлагаются. И мы тоже берем на себя ответственность здесь и тридцать быть дома. И если нас дома нет, наши дети имеют полное право нас поругать, что они и делали. То есть, понимаете, и тут уже ни проколотое колесо, ничего, ни то, что там семья... Ой, вы знаете, так сложились обстоятельства. Ну, сегодня колесо прокололось, а завтра просто мимо проезжали интересного фонтана, но не могли проехать мимо. Надо было посмотреть. То есть, понимаете, то есть, в этой свечи... А потом просто решили не приходить в вожжи. Ну, засидели за чашкой чая, забыли. Ну, понимаете... То есть, потихонечку-потихонечку начинается, и это все смягчается, смягчается. То есть, в этом случае, сепленирование должно быть. Но мы сейчас посмотрим, какое оно должно быть. Понимаете? Одно дело, если он опоздал по объективной причине, другое дело по субъективной. Просто наказание будет другим. Да. Так что, Евгений? Вот сейчас соответствие очень в возрасте. Вот это очень интересное. Где вот эти соответствия можно узнать? Наверняка, может, есть каких-то книг много. Потому что, а где? Как, например, узнать? В 12 лет ребенку. Вот он может 2 часа слушать лекцию? Вы говорите, в среднем может, а в 15 может. А в 12? Ну, а кто как не родитель, лучше знает своих детей? Нет, ну, понимаете, одно дело как. Вот, опять же, попалась недавно одна книжка там. В 6 лет там ребенок уже должен, ну, допустим, я еще 3 раз. Ну, в 6 лет он должен там уже задумываться о последствиях. К чему это приведет? То есть, если я ножками залезаю в лужу, значит, у меня ботиночки промокнутся. А многие, то есть дети, они, они в 10 лет еще у них нет этого. То есть, они только знают своего ребенка, он меня не знает. Все. Ну, допустим, он должен меня знать или не должен? Мне вот так вот, что ему к нему привить уже к этому времени надо, а что... Нельзя залазить в лужу в ботиночках, хочешь залезть в лужу, одень резиновый сапоги. Все. И без вопросов. Без вопросов. Нет, ну, это, понимаете, вот, а, допустим, там, это, ну, это просто, это можно и в 3 года то же самое сказать. Конечно, конечно. Я говорю, вот, где вот узнать эту информацию, где он должен быть ответственный, где на год ответственный вперед продумать, а где только, там, на 2 дня. Ну, мы говорим, смотрите, вот такой пример. Есть такое понятие, как возрастная психология. Вот, вот, да. То есть, просто читать больше литературы, узнавать. Мы можем сейчас вам рассказать, что ребенок должен знать, там, в 3 года, в 5, в 7, в 12, но это затянется на... Согласие. Это во-первых. Во-вторых. Каждый ребенок, в любом случае, индивидуальный. И когда вы даже будете читать по возрастной психологии, вы берите вот... Усредненные цифры. Усредненные цифры. Вообще, знаете, вот мы недавно были, ну, на одном семинаре, там вообще выступал человек, который говорил, вообще, вот, само понятие, вот, в таком возрасте, там, ребенок должен что-то знать, вот, по поводу информации, это вообще понятие совершенно, как бы, так вот, субъективное. Потому что есть дети, которые, скажем, могут отличить след утки от следа, там, копыт коровы, а есть дети, которые ни разу не видели ни коровы, ни утку, они не отличат. Но это не значит, что эти дети глупее этих. Зато эти дети, знаете, кто такой Авраам Линкольн, чем отличается от президента Буша, эти дети могут этого не знать. И как вот эти интеллектуальные возможности мерить, каким-то IQ, сейчас же, в общем-то, во всем мире уже доказано, что это совершенно неправомочная методика. То же самое здесь. Ну, какие-то элементарные-то вещи, естественно, дети могут проследить. В два года простой запрет. В 15 лет. Вот у вас очень большой разрыв, 2 и 15, понимаете, вот здесь вот как вот здесь. А вот здесь уже надо, понимаете, сам родитель знает своего ребенка. То есть, в 6 лет ребенок способен понять, что если он залез в лужу, ноги будут мокрые? Должен быть. Все. Какие тогда вопросы? Потом, есть такое понятие, как гиперактивные дети. Гиперактивные дети порой, точно так же, как двухлетние дети, гиперактивный ребенок в 7 лет, он точно так же не в состоянии, скажем, вот полтора часа слушать. Я, как мама, это знаю. И я, как мама, скажем, могу прийти к учительнице и сказать им, знаете, сказать ей, вот я, например, знаю, что я советовала учителям и родителям об этом говорю. Если в вашем классе гиперактивные дети, совсем не обязательно их лечить. Вот сейчас, знаете, их лечат, их колют всякими там этими лекарствами. Это вообще делать нельзя. Видите, на перемене, дайте в эту ребенку скакалку, отведите его в сторону, где-нибудь в коридор, потому что он там прыгает, дайте ему задание. Так, за эту 10 минут перемены ты должен 100 раз через скакалку прыгнуть. И он придет на урок? И все, его гиперактивности нет, он будет слушать. У него мышцы в напряжении, все, мозги включены. Понимаете? То есть вот эти вещи просто нужно проследить. А есть гиперактивные дети, которые и в 5 лет могут час просидеть? Ну, уже над этим нужно, наоборот, работать. Как поднять ему тонус, чтобы он шевелился? То есть дать ему ту же самую скакалку, не для того, чтобы он снял стресс, а наоборот, для того, чтобы как-то подключился вот эти вот, будем так говорить, кровообращения в мозг лучше пошли. То есть скакалка, да? Скакалка, да. Причем во всех случаях жизни. И прыгать, и... То есть, вы знаете, здесь трудно вот так вот сказать. Каждый родитель сам уже знает. Вы знаете, иногда просто нужно ребенку дать или расти что-то. Да. У меня старший сын постоянно получал бройки по поведению именно вот за свою гиперактивность. И мы уже с учителем, ну, не знаю, что делать. Они мне там давали советы. Он говорит, ну, понимаете, он очень подвижный, неусидчивый. Что делать? Ну, хорошо, мы говорили, это зима была. Он во вторую смену учился. Мы пошли с ним в лес. Где-то я его специально таким вот быстрым шагом. Потом там бежали по снигу, вот в лесу. Вот. Пришли домой, я еле пришел. Вот. Он тоже умолился, пошел в школу вечером, приходит опять в это поведение. Я говорю, Андрюша, ну мы же... Я говорю, я же тебя выиграл, сам не готов. Я говорю, пап, ну я не могу. Я же поспал, я отдохнул. Да как бы, а где поспал? Мы только с ним пришли, он уже ушел. А, с утра, то есть. Да, мы с утра с ним были, вот в чем дело. И дело в том, что только когда он перерос, вот сейчас вырос уже, только тогда вот он как бы немножко обманился. Поэтому я думаю, что иногда в некоторых моментах нужно понимать, понимать и где-то даже защищать своих детей в этом вопросе, даже перед учителями. Ну согласитесь, что это храница. Даже в некоторых моментах, надо всегда понимать своих детей. Но согласитесь, что храницы для Андрея нужны были. Он должен был знать, что, скажем, на уроке вот так вот сидеть и там по парте бить ногами нельзя. Или бегать вокруг класса во время урока, этого делать нельзя. Но если этот Андрей начинает вертеться... Причем эта храница ему понятна и соответствует его возрасту. Дети просто говорят, я понимаю. Знаете... Но к ним применять такое требование, ты должен весь урок сидеть вот так, захочешь поднять руку вот так, гиперактивный ребенок будет вот так тянуть руку. Вот так, понимаете? И делать ему замечание за то, что он вот так тянет руку, неправомочно. Вот. Он так не в состоянии сидеть. Да. Понимаете? То есть вот граница. То есть только так. Но если ребенок такую гиперактивную, что он подбегает к учителю и вот так тянет руку перед ее носом, это уже границу нужно ставить. Так, сядь на место, я тебя спрашивать не буду. Да? То есть вот это граница надо установить. И оно все понятно вполне. Пусть прыгает на месте. А на соответствующий его можно. Пусть прыгает. В конце концов, он никому от этого плохо не делает. Понятно, да? Вот это вот. Или такая картина, представляете, зима, да? Ну, там, слякоть. Не морозно, а слякоть. Идет мама и видит своего четырехлетнего ребенка. Вот. Это было на самом деле. Он лежит, значит, в лужу. Вот этот снег, там, мокрый снег. Вот в лужу и все. Он говорит, что же ты делаешь? Посмотри, ну, то есть ты шубу, теперь она вся мокрая и все. Она говорит, мама, ну мы играли в войну. Да, я же не виноват, что меня здесь убили. Да. Вот что ты ему сделал? То есть у него свои дома, его убили. Он объяснил, да. Ну, понимаете, вот что дальше? Но если бы вы ему сказали, вот знаешь как, ты идешь гулять, вот у тебя специально для прогулки вот эта шуба. То есть одевай вот этот комбинезон непромокаемый. Чтобы тебя могли убить где угодно. Да. А он надел шубу. Вот мы сейчас будем говорить о дисциплинировании. Что делать в этом реальности? Или, знаете, мне вообще непонятно, когда девочек или мальчиков вот мамочки выводят на улицу, вот в песочнице. Девочки с красивыми бантиками. Белые платьицы, белые костюмчики, шуртики таких. Беленькие. Наши девочки, когда были маленькими, да сейчас, шутка, он очень, они любят есть с папой. Знаете почему? Потому что папа все время им говорил, так, раздеваемся и едим. Я им вечно делала замечание, опять наляпала, опять тут грязно. Надевала какие-то на них вот эти вот ветералы вечный рот и все. Папа говорит, так, раздеваемся. Что это, стирать что ли меня? Мама ушла, мне стирать, ничего подобного. Так, до пояса разделись, взяли ложки, хоть руками ешьте. Потом он их помыл, одел, они чистые. Понимаете, ну это чистый такой мужской подход. Понимаете, у меня были другие границы. Я говорю, если ваш ребенок хочет есть манную кашу с соленым огурцом, пусть ест. В чем проблема? Сам глас, что все съел. Пусть ест. Знаете, вот тоже мы, как бы, у нас уже есть проблемы решили. Ну, старшие дети были, как-то знали. Вот, то есть вещи-то дорогие, все-таки, да? Ну да. А они идут все равно, там, кто поработает, все. Мы потом пошли в секонд-д-рэн, услышали, что распродажа. Накупили этих курток там по 20 рублей, специально много. И пусть ванюшку играет. С дефектами были. То есть мы пришли и сказали, дети, мы за них вас ругать не будем, можете рвать, пачкать. Ну, конечно, аккуратнее, но, то есть мы... Они свободно выходили на улицу, гуляли, там, пачкали. Они знали, что за это ничего не будет. Да? И все равно так. И там свободно можно там одну курточку новенькую купить, чтобы там на выход куда-то пойти. Да, ребята. Но зато я видел, как мои дети, они, то есть они там свободно. Не боялись упасть. Абсолютно. Хоть в лужу, хоть в песок. Ну, как одно, что нам пришли в гости там друзья и вот с онишкой. Вот они ему. Не трогай, польешься, дай я тебе сама налью, дай я сама попою. Не трогай, не бери, ты испачкаешься. Вилку не хватай, сейчас сам уколешься. Или сейчас там на себя капнешь. Так, дай я тебя сама покормлю, потому что сейчас у тебя с вилки все упадет. Мы говорим, слушай, а что будет страшно, если упадет? Ну, и ты испачкайся, раздень его. У тебя есть запасная копточка? Есть. Ну, поменяешь потом, пусть ест. Не дергай ребенка. Ну, что вы? Ну, он же мокрый будет сидеть. Ну, и что? Пусть едет мокрый, у нас тепло. Вы приехали к нам на машине, даже если он вообще все намочит, мы вам дадим простынь, вы его завернете до машины, нанесете в машине тепло. В чем проблема, если ребенок намочится? В чем проблема, если ребенок испачкается? Ну, и что? То есть, ну, представляете, конечно, если 15-летний, опять, скажите, разброс большой, хорошо, 10-летний ребенок так и ест, что весь грязный, это уже недопустимо. Тут уже как бы 10-летним ребенку несколько другие требования, нежели к 2-летнему, правильно? То есть, как бы, вот эти вот моменты нужно четко прослеживать. Вот что мы имеем в виду, что подразумные механизмы. Конечно, начиная с 4-5 лет, я детей уже не раздевал, чтобы они кушали, они меня уже нормально ели, ложками, вилками. До сих пор, да? Извини, да? Нет, они ели, как хотели, но до 3-х годов. Все-таки я к 3-м годам добился того, что они научились есть. Нам не безразлично современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok